concat позволяет нам клеить но два массива 1 2 3 2 1 5 6 то есть мы склеили два массива вновь один вот эта функция нам бы кстати приходилось когда мы собирали из дерева все элементы и потом но вклеивали их в базовый массив то есть но если я пушим сделаю то же самое то у меня добавится массив в виде массива но он типа не разворачивается в виде элементов с помощью concat я как бы разворачиваю массив в виде элементов и добавляю их ну да 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 то есть есть там один массив там 1 2 3 и concat то есть посклеить другим массивом ну и мы получаем результирующий уже склеены кстати кстати да сама функция вот эта concat она вот уже но первая из тех что мы рассмотрели которая не изменяет исходный массив то есть вот у меня есть массив рейда 1 2 3 и я беру этот рей делаем у конкат и закидываю туда ну те же наши 4 5 6 результатом конката служит новый массив уже склеенный из тех двух но при этом самый рейд остался неизменным видите то есть тут элементы эти не добавились они добавились только ну некий новый массив который но вернулся результатом из конкат да то есть тут можно было написать там бар 2 равно 1 конкат что-то и потом у вас рей остаются ваши базовые элементы в новом массиве уже те элементы которые вы добавили ну а если вы хотите менять но существующие поменять то тогда ну делайте через сплайс например ну или push а проблема в том что но если ты сделаешь что-то вот так есть рей 1 1 1 2 3 и ты хочешь сделать вот так рей 1 равно рей 1 конкат что-то да проблема в том что в этом случае ты потеряешь перезапишешь ссылку на свой массив если он где-то и ну использовался уже например я напишу так вар ну вот так вот это понятно запись то есть я создал еще одну переменную в которую типа записал значение из r1 таким образом я как бы у меня две переменные ссылаются на один и тот же массив если я спешу r1 1 1 1 2 3 армирор 1 2 3 я пишу r1 push 4 5 например r1 1 2 3 4 5 армирор тоже 1 3 4 5 если я сделаю вот так вот я теперь красиво ведь много где то есть они изменяю яфти вот так вот и арий 1 1 раз но array1.concad678, вот так, да, то результат запишется в R1, вот R1, все типа ок, но мой вот этот R-Mirror, он остался, ну, все еще ссылается на тот старенький. То есть тут я перетер, ну, вот эту ссылку. Нарисовать. То есть у нас был, ну, была переменная R1, да, ну, первая array. Мы там, ну, в R1 объявили какой-то массив, таким образом, вот эта переменная, ну, приравняли ей значение какой-то массива, и она на него там ссылается. Ну, то есть вот он где-то в памяти, она на него ссылается, эта переменная. Потом мы написали R-Mirror там равно R1. Таким образом, мы сказали, ссылайся, типа, на то же значение, на которое ссылается R1. И вот этот R-Mirror тоже сюда ссылается. Они обе ссылаются на один и тот же объект в памяти. То есть это, ну, как для обычных объектов, так и для массивов, там, и других, любых объектов, это верное подтверждение, что когда вы, ну, ну, создаёте новую там переменную, туда записываете какой-то объект, то туда записывается как бы не сам объект, а ссылка на него. И, то есть у вас получится вот две ссылки на один и тот же объект. То есть объекты не копируются. И некоторые там делали задание с массивами. Когда надо было новость создать, вы там, типа, ну, писали там R-Mirror равно там R-Star и потом там что-то начинали с ним делать. То есть вы таким образом не создали новую ссылку. Вы просто создали новую ссылку на тот же самый массив, работаете с ним уже. А если я пишу потом там R-R-I-S-1 равно, ну, и там что-либо, то вот это значение, так как, ну, неважно вообще, чем оно является, все могут эту строку там написать, какую-то, и там просто число какое-то. Этим присвоением я, ну, вот эту ссылку убиваю и создаю новую на новый, ну, на новое значение. Ну, массив это или не массив, неважно. Там 3, 4, 5. И теперь R-R-I-1 у меня ссылается уже не на вот этот, а на вот этот. А R-R-R-I-1 все еще ссылается на вот этот массив. Получается, значит, Мировый, где ссылается на саму переменную, он ссылается на объект, на который ссылается, тот объект, на котором ссылается. Да, сюда он ссылается. Да, он как бы ссылается на самом объект. Вот. Так, это по конкату, то есть мы можем клеить как массив, так и, ну, там числа. Не знаю, несколько мы можем клеить, нет? Да, можем. То есть мы можем как в виде последовательности их передавать, ну, через запятую, так и в виде массива. То есть давайте еще раз. И результатом будет новый массив, то есть мы не изменяем наш исходный. 2, 3. Конкат. То есть мы можем вклеивать другие массивы, то есть видите, я тут квадратные скобки пишу, да? Также можем вклеивать вот такие последовательности, то есть, ну, без скобок, то есть не в виде массива, а в виде просто последовательности каких-то элементов. Тот же результат. Строки, ну, аналогично, да. Ну, строки это как тоже какой-то элемент массива. Можно, по-моему, даже в смешанном таком виде. Не уверен, но сейчас посмотрим. Да, он как бы разворачивает любой массив. Если один из аргументов будет массив, он его развернет, ну, плоский такой объект, и просто добавит туда в виде отдельных элементов. Нужно потом еще каких-нибудь элементов и еще массив. Ну, они все как бы развернулись в виде элементов. Я думаю, нет. Вот, можем попробовать. Вот у нас массив в массиве, да? Вот он добавился как массив. То есть, ну, один уровень он только разворачивает, получается. Второй уже не разворачивает. То есть, если вы хотите все-таки действительно массив туда добавить, то, ну, можете просто дополнительно дозавернуть его в новый массив. Join — это как раз вот то решение, когда нам надо вывести все элементы в виде строки, разделенных каким-то знаком, да? То есть, по дефолту Join клеит запятой, но вы можете передать, ну, какое-то значение, да, какую-то строку, которой ему надо клеить в ваше значение. Ну, и так далее. То есть, вот так можно. Ну, и он при этом учитывает, что он, ну, в конце не вклеивает. Ни в начале, ни в конце лишние вот эти знаки. Ну, как у нас была основная проблема, типа, как избавиться от лишних, лишней запятой там в конце и так далее. То есть, Join — это обходит. Ну, и да, если вы вызываете, каким-то образом преобразуете ваш массив к строке, то, ну, неявно тоже вызывается Join на самом деле. То есть, видите, у меня арт плюс. Ну, то есть, вот я неявно к строке преобразовал, у меня там 1, 2, 3 есть. Я напишу, я могу явно написать toStream. То есть, вызвать метод, который преобразует там любой, любое значение к строке. То же самое. Ну, сюда я уже, конечно, не могу ничего передавать. То есть, Join вызывается, ну, дефолтный, без каких-либо аргументов. Но если вам нужно как-то особенно клеить, тогда вы просто передаете строку. А вот Slice, кстати, когда вам нужно скопировать массив. Ну, например, вы хотите отсортировать массив исходный, но не хотите, чтобы он изменился. То есть, если вы на него Sort сделаете, он сразу поменяется. Ну, вот этот базовый массив. А вы хотите, ну, там, вывести его, но не сортировать базовый, например. То вы можете сделать его копию с помощью Slice. Проект. Там, по-моему, даже частичную можно делать. Давайте попробуем. Вот у нас Array123. Я делаю Slice. Без аргументов. Это вот его копия. Ну, то есть, если я сейчас напишу, давайте, например, Array. Array2 равно Array. Теперь у меня есть Array и Array2. Но они ссылаются на один и тот же объект, на один и тот же массив. Если я пишу Array2.push 5, то Array у меня это 5 тоже есть. Ну, потому что они на один объект ссылаются. Но если я пишу Array2 равно Array.slice, то я создаю копию этого массива. 1.3.4.5 1.3.4.5 2.push Ну, там тоже 5. Array2. Вот пятерочка добавилась. Да, теперь их две. У Array1 осталась одна. То есть, это разные объекты. И, ну, один никак не влияет на другой. То есть, мы сделали полную копию. Если мы хотим частичную копию сделать, то мы можем указать, ну, например, Array2 равно Array.slice и задать, с какого там элемента начинать. Типа такого. Array2. Вот 5. То есть, я взял с третьего. 0, 1, 2, 3. Да. То есть, с третьего и типа до конца. Или до... Там до конца. Если взять вот с первого. Да. Вот они до конца, типа, ну, копируются. То есть, Array2 у нас вот 3, 2, 3, 5. А 1 остался здесь. Тут, по-моему, тоже можно вот с отрицательными, с этими числами мутить. Типа, 1 с конца. Или там, 2 с конца. 0, это, по-моему, полная копия, так же, как и без 0. Что еще там, по-моему, второй есть. Да. Тут разница... Помните, мы в Splice смотрели, да? Splice, который удаляет элементы, добавляет новые, да? И там мы писали начальный индекс, а потом писали количество, сколько элементов. Здесь же, в Slice, тут начальный индекс и конечный индекс. То есть, тут не количество элементов, а именно индексы ихние. То есть, если вы хотите чисто третье скопировать, то вы пишите 3, 3. И получаете ничего, потому что у него нету ничего. Сейчас. А, нет, стоп, пар, 0, 1, 2, не понял, 3, 4. А, видимо, не включительно. Последний не включительно. То есть, с третьего по четвертый. То есть, третий скопировался. 0. А, нет, 0, 1, 2, 3. Да, там просто ничего не было в конце. Давайте вот так. 2, 2, нет. Что-что? Значит, не включительно получается? Ну, видимо... Наверное, не включительно. Может, диабазон бы не включительно? Ну, видимо, да. Да, наверное, все-таки не включительно. То есть, это тоже не будет браться. Но это как бы тоже индекс. Это не количество, а индекс. Что значит поверхностная копия? Это значит, что объекты... Ну, если у вас тут не числа, а объекты, например, внутри. Ну, не здесь сейчас. Вот так. Array. А, у нас там был сейчас... Нет, так я не найду. Ладно. Array пустой. Array push. Вот, вот эти чувачки. Два объекта, да. Они здесь в массиве тоже хранятся, ну, как ссылки на какие-то объекты в памяти. Если я, опять же, напишу там, ну, Array2, да, там... Туда запишу Array и буду модифицировать Array2. Ну, там возьму нулевой элемент. Вот, кейт. И напишу ему name равно там... Не знаю, den. То теперь Array2 у меня нулевой элемент den. Array базовый тоже den. То есть, они ссылаются на один и тот же массив, соответственно, в нем ссылки на одни и те же объекты. Я меняю один объект, он меняется, ну, и там, и там. То есть, один объект меняется, ссылки на него обе ведут на одно и то же значение. А если я делаю копию, то есть, я пишу Array2 равно Array slice, вот так, то что происходит? У меня вот два моих массива. Они теперь, ну, Array2 является копией Array. То есть, изменяя сами, как это сказать, элементы целиком, я, ну, не влияю на базовый массив. То есть, если я напишу Array2.push и добавлю туда, ну, там, некий элемент новый, то в Array2 у меня вот он добавился, да? Ну, были два объекта и вот добавилось число. А в Array1 у меня остались все те же два объекта. Ну, так как это копия того массива. Но сами объекты, они не копируются. Они остаются теми же самыми. То есть, вот этот вот den, это вот этот же den. То есть, если я возьму сейчас, ну, Array, нулевой элемент и там H, например, поменяю. Вот так. Это я менял у Array базового, да? А потом возьму Array2, 0, ну, нулевой элемент и тоже H считаю. То я увижу, что там уже поменялось это значение и, ну, оно равно новому. Это понятно? Ну, это... В общем, это вот эта копия, если она... Чтобы... Ну, можно сделать, как бы, глубокую копию, ну, не средствами, не встроенными средствами JavaScript, а есть там, ну, дополнительные библиотеки, там, например, Lodash. Они позволяют сделать, ну, глубокую копию, то есть она находит в вашем массиве объекты и создает новые объекты на базе этих с такими же значениями, то есть полностью вот копирует все-все-все, и тогда они уже никак не связаны. Ну, можно, в принципе, свою реализацию написать. Ну, вот, а в базовом варианте оно, как бы, ну, создает только вот эту базовую копию, то есть только объекта верхнего уровня. Ну, то есть в данном случае это массив. Ну, все, в данном случае это было необходимо, но это hangouts. NBC.